вечером в лесу сейчас нахожусь днем стояла неимомерная жара и уже настоит больше недели жара около 30 дождей опять нету у нас в нашем регионе около месяца уже не было дождя ни капли практически поэтому погода примерно повторяется как в прошлом году ну разве что в прошлом году совсем не было дождей и весной тоже в этом году конечно в мае и в июне где-то в начале июня немножко помочила но в принципе даже и этого хватило чтобы все расцвело разнотравья степь зацвела конечно медосбор идет не такой интенсивный как бы хотелось но все-таки гораздо лучше чем в прошлом году я нахожусь здесь в лесу для того чтобы снять пчелиные домики ловушки для пчел иначе говоря которые я развешивал еще более месяца назад полтора месяца сегодня у нас 14 июля развешивал я эти ловушки где-то в конце в двадцатых числах мая ну в прошлом видео я был здесь и говорил что вот нигде нету раев просмотрел практически все ловушки и нигде нету пчелиных раев но вы знаете все изменилось за этим две с небольшим недели появились раи в пчелиных домиках поэтому сейчас вечером дождался заката солнца солнце уже зашло и сейчас самое время снять мне вот эти пчелиные домики в одном домике шершни были но я конечно его тоже снял и причем один шершень умудрился ужалить меня в ногу очень больно при больно прямо ужалил ну понятно большой он такой и яда то в нем гораздо больше чем в обычной пчели поэтому болит побаливает ну конечно пустяки это так присказка а там вот сейчас три пчелиных домика предстоит мне снять их вот один висит пойдемте будем снимать пчелок и завтра уже буду пересаживать их в ульи буду подсиливать те пчелосемьи которые там послабее есть у меня буду объединять можно было бы конечно оставить их и здесь здесь хорошее разнотравье но почему-то решил я забрать их и у меня тоже раи были 6 раев это то что я видел а может быть что-то и без меня роилась так что все-таки раевая пора началась но началась она чуть позже не в июне как обычно а где-то в конце июня и в июле вот они роились вот только сейчас может быть как-то успокоилась у них а я-то уж думал что все в июле уже никто роиться не будет нет пошли раи все-таки так ну что ж берем лестницу и идем снимать пчелиный домик с пчелами заселенный ну вот взял лестницу иду пробираюсь через это разнотравье цветочки кругом все цветет пахнет ароматно как парфюмерной фабрике особенно днем когда солнце когда жара так ну вот он здесь домик сейчас будем снимать подставлю лестницу пчелки тут есть но похоже что не очень много видимо такой небольшой райок тут сидит но сейчас все посмотрим что-то здесь непонятно забрался я стучу по этой ловушке по этому домику а тут похоже как всего лишь одна-две пчелы ну нет смысла его снимать тогда может быть это просто тут пчелиная разведка да есть у пчел и разведчики пчелы которые сначала должны тут все разузнать подходит ли это место для заселения или нет ну не знаю но нет смысла снимать эту ловушку когда здесь всего лишь несколько пчел пусть повисит еще тогда ладно едем туда чуть подальше там еще у меня парочка таких домиков там-то вроде как погуще пчел а здесь на этом месте два домика висит и они очень близко расположены друг от друга вот один вот там вот зарослях притаился и вот тут же буквально буквально тут 100 метрах второй вот там вот в тени и тот и другой с пчелами сейчас значит снимаю лестницу с автомобиля ну и значит буду снимать саму ловушечку погружу в автомобиль и поеду как раз вечер пчелки должны уже все вернуться с работы домой к себе к себе в улей аули сейчас у них вот этот домик и все можно снимать снимать и перевозить на другое место ладно начинаем работать да я сейчас думаю что пчелки не обрадуются если я сейчас закрою у них тут перекроем кислород как бы тут они меня не пожалели вечером пчелы злые становятся ну все литки закрыл самое главное нижний верхний литок закрыт сейчас значит веревочку нужно развязать и можно снять пчелиный домик и перенести туда багажник автомобиля задача в принципе не сложная если ловушка это не очень тяжелая то в принципе все проще простого вот пчелки все-таки не все еще тут слетелись ну уж ладно придется вам тут остаться кто не успел тот опоздал а вот и второй пчелиный домик слышите гудят гудят это они так выпаривают мед то есть нектар нектар то цветочный он жидкий там много влаги в нем поэтому пчелы вот так вот парят выпаривают крылышками там трепещут ну и лишняя влага испаряется и получается мед плюс они добавляют какие-то свои пчелиные вещества ферменты или что-то там еще прополис так далее и в итоге получается мед то есть нектар то это еще не мед так вот здесь вот в этом мини ульи в этом домике для пчел вчера находились шершни один из них который меня сильно ужалил в ногу до сих пор болит кстати после пчел не так долго болит буквально там минут 20-30 пожгет и перестанет а тут прям болело так ощутимо ощутимо прямо до самого вечера до сна и даже с утра чуть-чуть еще осталось ладно давайте посмотрим там скорее всего все он уже скопустился этот шершень по крайней мере один то там точно оставался наверно уже там задохнулся зажарился летки то закрыты были да похоже нету никого вот-вот смотрите ползет огромная огромный терминатор пчелиный ну-ка давай-ка сюда тоже понимает что опасность а там они уже гнездо соорудили из бумаги своей не хочет смотрите вылазить прячется вот начали строить гнездо она сейчас уже отвалилась кое-кто там на дне погибшие раз два три погибших и один огромный ползает надо его задавить как-то сейчас надо перчатку одеть на всякий случай улетел короче говоря тут успел я его снять хотел задавить сапогом давнуть его ну думаю если задавлю его прежде времени то как же я сниму его и улетел он спасся ух ты а там какая смотрите красота огневка восковая моль вот и это надо бы оставить я хочу разводить огню восковую моль вот она смотрите сидит очень полезные они огневка или восковая моль некоторые пчеловоды специально их разводят потому что очень большая польза для органов дыхания и так далее а вот один из домиков которые я привез вчера вчера вечером с пчелами один и там вот еще второй стоит в другом месте вот там вот на улье это сейчас нужно все будет объединить но вот эти вот наиболее злые были но может быть потому что их тут больше более сильная такая тут пчелосемейка вот сейчас буду их пересыпать вернее объединять через газету вот рядышком стоит корпус вторым корпусом поставлю сюда вот этих пчел из этой пчелиной ловушки дымку им уже сюда немножко плюнул они сейчас дуют посмотрим какие злобные будут они днем вот значит семья с которой нужно будет объединить видим она слабенькая всего лишь тут на шести рамочках находится ну матки здесь нету почему-то по каким-то обстоятельствам не смогли они вывести делал я отводок и вот уже месяц даже больше они вот пытаются пытаются вроде и были маточники и все 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 ну короче говоря не получилось что-то у них что-то пошло не так семья ослабела просела сейчас буду объединять вот с этим роем который придаст ей жизненную силу этой пчелосемье через газетку вот таким образом так нет вот лучше так через газету чтобы постепенно у них образовался новый запах обратим внимание газета 2005 года раритет ва-банк челябинская вот сейчас я все этой газеткой тут сделаю для этого я использую двусторонний скотч чтобы тут слепить газету между собой ну и когда ветер бывает что прикрепляю края газеты кулью ну сейчас ветра нет поэтому обойдемся без скотча ну то есть только здесь соединю еще кусочек сейчас нужно будет и все ставлю второй корпус открываю эту ловушку пчелиную пчелиный домик самодельный мой с диким роем из леса что за рой откуда ничего не понятно надо будет найти матку здесь но если не сейчас то может быть в другой раз а сейчас просто пересадить и пусть денька через два они тут соединятся прогрызут эту газету образуется новый запах и все они будут функционировать вместе все газетку положил второй корпус поставил сейчас улей выглядит примерно вот так еще остается небольшой штрих к этому портрету нужно взять ножик или иголку и здесь вот так вот по протыкать ну чтобы просто быстрее произошло объединение у них чтобы они побыстрее начали все это прогрызать вот так вот немножечко режем протыкаем большие дырки делать не нужно все в остальном тут пчелы все это прогрызут через пару дней здесь все будет прогрызено пчелами на 5 рамок тут у них сделан пчелиный домик в принципе конечно это немного они уже тут обжились заполнили за эти две недели и уже достаточно тяжелая стала эта ловушечка я думаю килограмм 8 9 тут веса есть ну давайте будем смотреть открывать вроде бы сейчас они не такие злые как ночью ночью понятное дело любые пчелы становятся более агрессивные потому сами понимаете ночь а тут воры лезут непрошенные гости сейчас мы им дадим новое жилище вот этот прекрасный практически новый улей вот я достал первая рамочка тут пошел у них закрытый расплод личинки пчелиные ну и мед естественно нектар вернее пчелиный с обоих сторон видим личинки закрытый расплод и открытый тоже есть давайте подойду поближе покажу ну в принципе матка тут неплохо всеец развивается семья но матку все равно я буду здесь менять менять на свою так как здесь неизвестно что если они один раз роились значит и на будущий год они тоже будут роиться ну вот приблизительно так получилось собрал им тут гнездо сейчас получается 7 рамок было у них 5 то есть 2 добавил добавил как раз из той ловушки где были шершни там нормальные хорошие рамки чистенькие я добавил им сюда ну и думаю еще дополнительно поставлю наверное им сверху магазин то есть магазинный корпус ну все вот на этом все то есть показал как что я делаю с раями пчелиными то есть вот можно подсилить семью которая уже есть объединить через газету но кстати кто-то объединяет и через какой-то запах допустим одеколон берут спирт водку там самогон что угодно одновременно его и тут же пьют и вроде как все хорошо получается но я вот обычно так не торопясь через газету он пускай постепенно через день-два можно будет убрать эту газету она уже будет изъедена ими и все семья будет общая объединенная а кстати можно делать не обязательно так как я а если вы не хотите допустим объединять вы хотите просто расширить свою пасеку можете просто взять отдельный пустой улей туда пересадить то трой из домика пчелиного из ловушки добавить туда рамок ну и все и будет семья это полноценно отдельно существовать так но и сверху все таки еще поставил одну надставку вот она синего цвета так называемая магазинная надставка я практически все термины расшифровываю пчеловодные потому что пчеловода потому что пчеловоды то конечно меня понимают с полуслова но меня же смотрят не только пчеловоды а люди далекие от пчеловодства которые может быть просто интересуются продуктами пчеловодства но такие термины приходится мне объяснять и вот вот это вот магазинная надставка она сделана точная копия большой надставки вот в которую я переселил пчел где рамки поставил то есть точная копия большой только в два раза меньше если там рамка 300 сантиметров длиной то есть высотой то здесь 145 ну практически в два раза меньше магазинная но я думаю почему название такое ну под видимо потому что тут вот эти рамки с медом тут как в магазине можно их забирать пришел в магазин купил что нужно забрал а тут и покупать не надо просто берешь пчелы отбираешь мертвая пчела выбросим и вот я поставил здесь вот 6 таких рамочек сюда ну пока пока на развитие им тут вот самые уже темные у меня остаются их уже нужно перетапливать и которые посветлее сюда тоже поставил все уже запасы этих рамок подошли концу потому что вся пасека сейчас у меня работает везде вот эти надставочки стоят вы видите некоторые даже вот тут многоэтажные получились у меня видимо там посильнее так что все пчелы работают работают единственное у нас жара опять наступила как в прошлом году засуха все сохнет надо бы дождя нам грозу вчера гроза полыхала громыхала где-то стою вот с южной стороны там где челябинская область потому что когда я ехал вечером уже практически ночью темно было вез вот эти пчелиные домики вот второй стоит мне нужно нужно сейчас его переселять тоже то же самое сделать там была гроза с той стороны да я потом звонил в челябинскую область друзьям знакомым юрий николаевич привет и мне сообщили что там у них была гроза ночью ливень хороший такой вот нам бы нужно такого же а то в такую жару пчелам трудно у них все силы устремлены на охлаждение улья они возле литка находятся дуют часть пчел мы видим даже вот такой бородой свисает видите это не рой это не роение это просто им жарко некуда деваться вот они часть пчел вылазят такой бородой к вечеру тут на многих ульях такая борода будет надо бы видимо еще расширять этот улей работы с пчелами всегда много я раньше никогда не думал что так много работы с пчелами с ульями как и все обычные люди думал что но что такого поставил улей и все там потом мед собираешь да еще и собираешь его постоянно я же не знал что это только всего лишь раз в год такое счастье выпадает что мед можно собрать и нужно все время работать пчелами то есть вот каждый улей нужно каждые скажем дней 10 открывать смотреть что там потому что там все может измениться может быть роение может быть она уже отраилась короче говоря много работы мед этот дается не просто